Всем большой привет! Сегодня мы приготовим мармелад. Вы очень давно просили, и сегодня мы это сделаем. И как всегда, я хочу соригинальничать и сделать его не из одного вкуса, а сделать его из двух разных вкусов. У нас будет зеленое яблоко и клубника. Естественно, вы можете играть со вкусами, сочетать разные фрукты и ягоды. Это будет обалденно вкусно. Ну, также можете сделать, конечно, и в один слой с одним вкусом. Как я уже сказала, я буду сегодня использовать клубнику и яблоко. Пюре у меня уже готовое. Вот, посмотрите. Я его достала из морозилки, и оно у меня тут размораживается. Пюре, которым я пользуюсь, ссылку я вам оставлю внизу. И также хочу сказать, что в составе этого пюре идет сахар. И поэтому я учитываю это, и из рецепта моего 50% сахара убираю. То есть, если, например, у нас сейчас на мармелад идет по рецепту моему 500 грамм сахара, то я буду использовать только 250 граммов, потому что тут у меня уже содержится сахар. И также и зефир. В общем, короче, это очень удобно. Ну и что, начинаем готовить. В наше пюре я сначала делаю клубнику. Не имеет значения, с какого вкуса вы начнете. Я насыпаю сахар на песок. И глюкозный сироп. Можно вместо глюкозного использовать инвертный или кукурузный. И посмотрите, моя любимая и знаменитая лопаточка с барашком переместилась на нашу новую кухню. И начинаем тихонечко перемешивать наше пюре. Сейчас оно нагреется, и сделать это будет гораздо проще. И нам нужно нагреть наше пюре до температуры 60 градусов. О, кстати, смотрите, у меня теперь новый друг появился. Сейчас вообще вы будете видеть очень много всяких новинок, штучек в наших видео. Я на все буду оставлять ссылки, где мы это покупали. Очень удобная штука. Вот смотрите, она цепляется за кастрюльку. Это вообще что? Маска за этим черном? А, и да, это термометр. Очень удобно именно вот с такой фигнюшкой. Потому что когда варите сироп для макарон или просто карамель делаете. Вот помните, у меня видео было такое игольчатое. Я постоянно либо мне приходилось его рукой в кастрюльке придерживать, и не отходить от нее, либо как-то там цеплять ее. В общем, это было жутко неудобно. И сейчас у меня есть вот такой вот дружок, который вот такая пипка тут есть, за которой я цепляю, и все, и я абсолютно свободная. Это очень круто, это очень удобно. Температура нашего пюре достигла 60 градусов, и сейчас я добавляю сюда пектин вместе с сахарным песком в перемешку. Я просто сюда насыпала пектин, сахарный песок, и так, шейк-шейк сделала. Мы сюда добавляем и быстро, активно перемешиваем венчиком. И все, с этого момента мы начинаем постоянно помешивать. Нам нужно наше пюре очень сильно уварить, чтобы оно стало такой плотной степенью. Я вам покажу. Сейчас здесь примерно 87 градусов. Посмотрите, как красиво, как лава в вулкане. И постоянно-постоянно мы мешаем прям по дну, чтобы ничего не прилипло. Видите, какая она еще жидкая. Так что еще мешаем. Этот процесс достаточно длительный, то есть вы вот так можете простоять, наверное, минут 15-20. Поэтому наберитесь терпения. Наше пюре достигло сейчас 110 градусов при постоянном помешивании. Оно готово. Силиконовый коврик я кинула на противень. Лучше это делать на силиконовом. На бумагу может очень сильно прилипнуть. И вот так вот свою лепешечку я сюда отправляю. Она густая. Видите, мне бортики не нужны. Она никуда не растечется у меня. Она Оно пюре, в общем. И сейчас это я ровным слоем, толщиной примерно, наверное, 1 сантиметр. Я вот так вот делаю. Учтите, что сверху мы будем наливать еще клубничное пюре. Нет, не клубничное. Яблочное. И тем временем я уже делаю яблочное пюре. Все то же самое, тот же процесс. Яблочное пюре тоже готово. И мы наливаем его прямо на клубничное. И оставляем мармелад застывать при комнатной температуре примерно 1 сутки. Вот ночь точно должен простоять. Даже часть дня, если вы это сделали с вечера. Все, встретимся с вами завтра. Всем еще раз привет. У нас наступил следующий день. Наш мармелад застыл. И сейчас мы его будем нарезать. Вот посмотрите, каким куском. И как просто он должен отходить. Вот такой вот мармеладик. Я на доску присыпаю сахарный песок. И тонким слоем распределяю его. И на него сверху кладем лепешку мармеладную. И так же сверху. Потом еще обваляем. То есть сейчас мы так делаем чисто символически, чтобы ничего не прилипало. Хотя он особо сейчас сильный и не липнет. Видите, вот он так хорошо подсох у нас. Все, и нам нужно нарезать наш мармелад. И вот эти вот места, которые мы отрезаем, также вот нужно обвалять сахарной песке. Посмотрите, как красиво у нас получился двойной слой. Вот такой вот оригинальный и настоящий мармелад у нас получился. Мармелад настоящий делается на пектине. И сейчас мы будем все это упаковывать в такую милую коробочку, потому что это поедет в дедушу наших друзей. Вот так вот. Привет, Левушки! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!